В 85-летии отмечает композитор, народный артист России Эдуард Артемьев. Его знают как выдающегося автора, талантливого, бесконечно увлеченного творчеством человека. Сказано в поздравительной телеграмме, которую направил Владимир Путин. А вечные мелодии украшают многие популярные и любимые киноленты. Илья Филиппов присоединился к поздравлению. Для композиторского труда необходим текст, идея. Что должно быть? Для меня обязательно уже сняты кадры. Кадр, актер, пейзаж. То есть, покуда вы не насмотритесь, гармония не приносит? Нет, нет, нет. Мне нужно много раз смотреть. Мы слышим, узнаем, кто-то вспоминает. А, это же раба любви. А это, ну как же, на зимней Олимпиаде звучало на открытии в 14-м. Да, но сначала в 79-м у Кончаловского в Сибириаде. Народ так смотрел в кино, кто композитор никогда не интересует. Как мозг звучит. Потом меня не запоминает и не помнит, из какой картины. Так же, как, кстати говоря, вот эта тема, свой фюзжик. Фильм ушел, и она тоже ушла. Пока не пошел рингтон. Это рингтон ее стали туда засовывать, и народ открыл для себя эту музыку. И пошло-поехало. Официально его называют Эдуард Николаевич, в крещении он Алексеев. Леша остается, Эдуард Николаевич Артемьев остается замечательным. Лешкой, трогательным, наивным, великим и абсолютно не отдающим себе отчет, насколько он сам велик, как музыкант, как художник. Я помню, когда вот свой сидящий ринг делали, по-моему, Никита предложил, говорит, давай сделаем песню. А матушка написала слова. Так вот она случилась, и я тоже не ожидал. Водку большую прадед наш решил построить для внуков. Строил всю жизнь. И так все годы вместе. И в родне, и в сибирском цирюльнике, и в утомленных солнцем, и в двенадцати. С показанного по телевизору Артемьева дирижера начиналась картина без свидетелей. А в солнечном ударе Артемьев – ассистент господина фотографа с коронной фразой «Черт знает что». Он говорит, что на него всегда сильно влияла поп-музыка. Электронной он занимался еще с 60-х, когда работал над первым синтезатором АНС, названным в честь Александра Николаевича Скрябина. По сути, тогда начиналось это погружение в пространство, которое мы испытываем, глядя на фильмы Тарковского. «Сталкер», «Солярис», «Зеркало» или «Бесконечная меланхолия» в шахнозаровских «Город-зеро» и «Курьер». Он в оперы пишет, балеты, симфонии, музыку, кино. И он до сих пор абсолютно делает это, как молодой человек. Он, кстати, очень часто пишется на Мосфильм. На оперу «Преступление и наказание», как говорит автор, у него ушло 40 лет. Вот они с дирижером Сесаром Алваресом на репетиции. Он два года не выходил из своей домашней студии. Самое, говорит, счастливое время. Потом был написан «Реквием», но кино все равно возвращается. Скоро будет музыка к картине «Нюрнберг». Хотя «Мир Артемьева» — это уже больше 200 фильмов. И каждая из них — отдельная жизнь. Илья Филиппов, Александр Антонов, Елена Финошина. Вести. Илья Филиппов, Александр Антонов, Елена Филиппов. Илья Филиппов. Илья Филиппов, Александр Антонов, Елена Филиппов. Илья Филиппов, Александр Антонов. Илья Филиппов, Александр Антонов, Елена Филиппов. Илья 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 Филиппов. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!